По требованиям закона, пожарные должны прибыть на место возгорания в течение 10 минут. Однако из-за чрезмерной загруженности городских дорог, особенно в час пик, некорректного поведения водителей, спасатели теряют драгоценное время. В связи с этим, на центральных улицах Махачкалы состоялся совместный рейд МЧС и ГИБДД «Уступи дорогу помощи». Мероприятие направлено на выявление автовладельцев, которые не спешат уступать дорогу автомобилям экстренного реагирования. С места событий расскажет Алина Хасанбекова. Автомобиль пожарной охраны, включенными специализированными сигналами, отправился по маршруту, в который вошли улицы города с интенсивным движением машин. Следом за пожарными ехал автомобиль ГИБДД. По словам сотрудников МЧС, когда они действительно спешат на помощь, проблем на дороге бывает гораздо больше, чем наблюдалось во время проведения рейда. Операция «Уступи дорогу помощи» длилась более двух часов. Преследование на пожар каждая секунда дорога. Любые помехи, которые препятствуют производству техники на дороге, могут привести к жертвам на пожаре. В сегодняшнем мероприятии совместно с ГИБДД показалось, что наши водители с каждым разом все более и более ответственно относятся к пропуску спецтехники на дороге. В ходе рейда было остановлено только три автовладельца. По словам сотрудников ГИБДД, за это нарушение предусмотрено лишение прав на один месяц и штраф в размере 500 рублей. В госавтоинспекции планируется регулярное проведение таких мероприятий, чтобы напоминать водителям о том, что непредоставление преимущества автомобилям экстренных служб может обернуться потерей драгоценного времени, которого может не хватить для спасения чьей-то жизни. Благодаря ответственному отношению водителей к пропуску спецтранспорта реагирование пожарной охраны на любой вид чрезвычайной ситуации займет меньше времени, чем позволит избежать жертв. Организаторы рейда надеются, что автовладельцу будут более благоразумны и задумываются не только о своем удобстве, но и безопасности окружающих. А пока еще не слишком поздно. Ведь может случиться так, что помощь направляется именно к ним. Алина Хасамбекова, Асия Агиллахметова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ «Махачкала».